Ситуация в зоне ответственности В рамках переподготовки вооружённых сил Украины и приведения их к стандартам НАТО руководство Киева проводит мероприятие по укреплению военного сотрудничества с Североатлантическим альянсом и странами ЕС Так, командование вооружённых сил Украины проводит переподготовку к участию военнослужащих вооружённых сил Украины учению и развертыванию системы управления подразделений связи НАТО под названием Stanford Cobalt 2016 и курсы переподготовки НАТО Security Course Также на базе 143-го центра разминирования, находящегося в Каменец-Подольске, это Хмельницкая область Продолжается проведение учебных сборов со специалистами-сапёрами подчинённых частей и подразделений под руководством инструкторов из Канады и США По данным разведки народной милиции ЛНР в населённом пункте Степовое было вскрыто размещение взводного опорного пункта 2-го батальона 28-й бригады ВСУ На позициях были отмечены БМП, БТР и 5 блиндажей В районе населённого пункта Воронова подтверждено такое же размещение На позициях обнаружены 5 единиц автомобильной техники 4 единицы инженерной техники, зенитно-передвижной комплекс Тунгуска и 4 блиндажа Также на территории старого общевойскового полигона в районе населённого пункта Трёхизбинка командования 92-й бригады запланированы учения пулемётных и гранатомётных расчётов В очередной раз подтвердилась информация о присутствии иностранных наёмников в рядах вооружённых сил Украины, расположенных в зоне так называемого АТО В подразделениях 92-й бригады присутствует до 40 наёмников из Грузии В основном выходцы из Кавказа входят в составы снайперских групп Таким образом, активное сотрудничество официального Киева с представителями НАТО направлено на повышение уровня боевой подготовки военнослужащих вооружённых сил Украины и националистических батальонов, а также активизация деятельности подразделений вдоль линии соприкосновения сторон Субтитры создавал DimaTorzok